АПЛОДИСМЕНТЫ Мы как с камертонами, сверяем некоторые свои поступки, некоторые свои мысли. Для нас это очень важно. Андрей Николаевич представляет, собственно говоря, сразу три московских школы. Сначала это Ипполитовская школа, и здесь присутствуют представители Ипполитовки, которые сами об этом скажут. Это Гнесинская школа, где, собственно, тоже было продолжено это образование. Ну а с 60-го года работа в Московской консерватории, неизменная работа в Московской консерватории. И, соответственно, я все-таки считаю, что главный якорь был брошен здесь. Вячеслав Вячеславович – это уже другая, более прямая дорога из Центральной музыкальной школы в Московскую консерваторию, в классе Сергея Сергеевича Скрепкова, в аспирантуру. И дальше, собственно, очень много ипостасей, связанных с Московской консерваторией. Помимо преподавательской, это еще и деканский полномочий, он был деканом нашего факультета, он был научным руководителем проблемной в научно-черковской лаборатории. То есть вот такая тоже стезя. Мы очень рады присутствовать здесь. Мы выпускники этого чудесного учебного заведения. Мы когда-то закончили его. А сейчас мы пришли поздравлять дорогого Андрея Николаевича, который практически создал свою школу в Ипполитовке. Трудно переоценить ваши заслуги, связанные с развитием института и кафедры теории музыки. От всей души желаем вам и вашим близким всего наилучшего. Ректор, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, профессор Валерий Иосифович Воронов. Субтитры создавал DimaTorzok Я хотел бы просто от всей души поздравить вас с наступившим этим замечательным юбилеем. Я знаю учебник Андрея Николаевича еще с 80-х годов, когда мне посчастливилось работать с музыкой. Я там делал все планы на будущее в 85-м году. И лучшего учебника просто невозможно было представить. Это действительно самый качественный учебник гармонии, в котором научные позиции по гармонии, они прекрасно представлены. И действительно, как говорили предыдущие, это замечательное сочинение Андрея Николаевича. Вячеслав Вячеславович мой дорогой учитель. И я один из первых его учеников, вместе с Сашей Миловидовым, на задних рядах сейчас присутствует. Мы были первыми учениками Вячеслава Вячеславовича. Для нашего университета мы не только мастер русской гармонии, наш любимый преподаватель, но и образец настоящего глубокого церковного человека. Сегодня мы здесь со студентами факультета церковного пения, где сейчас успешно работают ваши выпускники и религенты, имевшие счастье у вас учиться. Большая честь и для меня, одного из руководителей этого юного ансамбля, быть счастливее поздравляющим, поскольку я сама выпускница Московской консерватории, и Божьей милости и милого счастья учиться у Андрея Николаевича на первом курсе по индивидуальной гармонии. Пасха священная нам неизбуказася, Пасха новосвятая, Пасха тайственная, Пасха всечестная, Пасха Христос Избавитель, Пасха непорочная, Пасха великая, Христос Воскресе Неизмертвый, Смертия смерть по кровь, Весущим в ограбе Живот дорогой. Андрея Николаевича я знаю еще с вот такого возраста, когда я первый раз пришел в политическое училище и там на занятиях по теории, потом элементарно, потом по гармонии. Вот я учился у Андрея Николаевича, вот, и очень гордился тем, что он нам поведал. А он нам поведал то, что мы пра-пра-правнуки Петра Ильича Чайковского. Как? У Петра Ильича учился у Танеев, у Таранущенко, у Таранущенко Андрей Николаевич, а потом уже всякая другая школа будет. Вот. И очень важно, что вот эта первая любовь, которая самая-самая нежная, чистая, вот она до сих пор у меня остается. И очень важно, что вот эта первая любовь, которая самая-самая нежная, чистая, 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 чистая. Один из самых ярких впечатлений, а только полгода назад, когда учился у Андрея Николаевича, это было то, что, оказывается, даже самую сильную музыку, полифонию любого, там строго, свободного стиля, любой индекс, вертикальность, можно поверять юмором, добрым, хорошим юмором. Есть такой замечательный жанр в русском фольклоре, который является идеальным, просто идеальным для того, чтобы на него писать геймп. Я написал. Этот жанр русские скороголубки. Иголки-голки-голки-голки-голки-голки-голки-голки-голки-голки-голки-голки-голки-голки-голки-голки-голки-голки-голки-голки-голки-голки-голки-голки-голки-голки-голки-голки-голки-голки-голки-голки-голки-голки-голки-голки-голки-голки-голки-голки-голки-голки-голки-голки-голки-голки-голки-голки-голки-голки-голки-голки-голки-голки-голки- АПЛОДИСМЕНТЫ